Итак, мы продолжаем прохождение последнего четвёртого DLC для САЛО. Не клевер, я не знаю, на картинке, скорее всего, просто на обычный арт. Так, давайте, давайте посмотрим, какие новые костюмы в этом DLC нам подвезли. Завезли школьную форму, идеально, это нам нужно. Боевой медбрат, ну такое. Боевая медсестра, ну что-то довольно интересное. Чёрт! Химии, Химии, нужен боевой наряд медика. Она же у нас раскачана именно как хилл. Поэтому вот для Химии вот этот костюм, по-моему, он будет для неё просто идеальным. Храброе сердце. Наряд певицы. Это костюм Юна, насколько я понимаю. Однозначно, это нам нужно. Я не поленюсь, я не пожалею времени, и этот костюмчик всё-таки добуду. Шикарное платье. Ну, отличий довольно мало, но тоже что-то интересное. А песня Единения. Тоже что-то очень-очень годное. Это нам тоже по-любому нужно. Платье Техника. Но отличий очень мало. А, оно есть, вон, на шее. Рори, привет! Сияющий олень. Тоже что-то... Господи, сколько же здесь нормальных костюмов-то завезли. А, ну и рукава там, возможно... Да, рукава добавились. Без рукавов, как по мне, лучше. В общем, мне нужно... Мне нужен наряд певицы. Мне нужен для химии наряд медика. И мне нужен... Нужна мне школьная форма. Всё. Костюмы новые, классные. Завезли. О, Рори сама. Окей. Тоже полезное дело. Так, оружие пока. Вряд ли мы сможем... А, какой у неё милый хвост. Боже. А, физика хвоста просто великолепна. А, всё. Тогда возвращаемся обратно в свою комнату. Как раз нам там чего-то хотят рассказать. Но, стоп. Давайте подойдём к библиотеке эпизодов и... Посмотрим, посмотрим... Хм... Как же открывается эта дверь? Рори, уровень 201. Нам не хватает сведений. Мы явно что-то упустили. По опыту, пора собирать игровые слухи. Это, по... Это, может... Привет всем. И да, вон химиш, точно. А, нет, стоп. Хими нету. Привет. О, и Асуна здесь. Хорошо. Ты меня искала? Ну, ходят слухи. Погоди, не надо, Лис. Ты её напугаешь. По-моему, это ей и нужно. Чего? О, Рори, да. Долго. Да неужели, Сирика? Вот поэтому мы и должны ей рассказать. Да, я был прав. Только не говори, что твоя история при... Аммм... Если что, Асуна боится призраков и привидений. Она их просто до смерти боится. В общем, началось новое событие. Оказывается, это подземелье по ночам кишит привидениями. Минус Асуна. Просто сходу минус Асуна. Вот оно! А, чего? Что такого? Мы были в этом подземелье, но зашли в тупик. Но, похоже, ответ в твоей истории о привидениях. Ты знаешь подробности, Лис? Я, ну, да. Но это немного странно. Так, сюжет. Длс, похоже, будет о призраках, привидениях и всем подобном. И тогда становится понятно, при чем здесь Сати вообще. Странно. Почему? А все, кто здесь был, рассказывали. А, при... Ну, вы поняли. Но все истории разные. Кто-то видел в полночь при... Эм... Полупрозрачную девочку у входа. Нет, Диабло, пятого не должно быть. Здесь история должна быть завершенной. Минус Асуна. Да. А какой-то парень видел тень человека, прошедшую через тупик. Но он уже засыпал. Может, ему почудилось? Минус Асуна снова. Кто-то через прибор ночного видения засек силуэт человека, которого там на самом деле не было. А вдруг место события, которое открывает дверь, выбирается случайно? Может, это случается только ночью? Да, место может быть случайным, но про ночь говорят все. Минус Асуна. Что ж, других подсказок у нас нет, так что встречаемся здесь ночью. Ну, Асуна и Синон, да, тоже нужно будет. Ну чё? Ты серьёзно? Если ты не хочешь, я не заставляю. И ещё. Я не боюсь. Мне просто нужно время, чтобы подготовиться. Соточку для храбрости. Впрочем, нет, не нужно. Я иду с вами. Ну, хорошо. Спасибо, Асуна. Ладно, встречаемся здесь ночью. Если призраки окажутся враждебными, нам придётся сражаться с неизвестным противником. Захватите побольше всего. Подготовка к битве Асуну немножко жаль. Так, состав группы изменился. И я же, я же, я же. Куда я пришёл-то? Чё я хотел? А, всё, вспомнил. Я хотел в терминале. И где он? Я хотел посмотреть сценки с нашими персонажами. А, точнее, нет, стоп. Я не сценки хотел посмотреть. Я хотел посмотреть, какие новые персонажи. Ам, как они выглядят. А, вот, как сейчас у нас выглядит химия. Но я уж примерно знаю, как она будет выглядеть. Хам, попозже. М, кстати. Все мы помним её из-за... А, по-моему, в одном из первых эпизодов Сао она была. Кто такой Эйдзи, я до сих пор не знаю. Ну, Юна мы прекрасно помним по полнометражке. А, боже, прелесть. Севен. Ну, Севен мы должны помнить по предыдущим играм. Но я в них не играл. Поэтому я просто знаю, что это довольно забавный персонаж. Ну, и Алиса и Юджо у нас ещё не прокачаны. Я надеюсь, этим персонажем, если мы прокачаем уровень близости, то у нас откроются с ними нормальные сцены. Да, или третий, или четвёртый эпизод. Я тоже что-то такое помню. Ну, собственно, вроде бы как и всё. А где, простите, химия? Почему её нет на своём месте? Она должна быть здесь. Ну, Севен, она появилась в играх, по-моему, очень-очень давно ещё. Энни, привет! Вот где-то, где-то моя химия пропала. В общем, ладно. К химии мы ещё вернёмся. А пока пойдём, пойдём, пойдём. Куда нам нужно? Судя по всему, нам нужно... К магазину, да? Ну, дайте мне туда телепорт-магазин, да. Но химия пропала очень внезапно, ничего не сказала. Куда... Кстати, да, давайте почитаем. Возможно, химия чего-нибудь и сказала. Я самый счастливый андроид в GGO. Хочу сказать тебе кое-что важное, о чём мы раньше не говорили. Служить тебе – настоящее счастье. Хочу, чтобы у тебя был повод с гордостью называть меня своим Эфиинос. Поэтому буду стараться изо всех сил. Скажи, если тебе что-то понадобится, и ради тебя я брошу все свои дела. Обещаю. Ау, милота, ну господи, где она? Ну что? Ну это же... Эй, это ты, Торо? Привет! Как дела? И Лен. Долго ждать не пришлось. Ла-Лен. Привет, Торо. Чем занимаешься? А-а-а, готовлюсь к ночной вылазке немножко. Значит, прямо сейчас у тебя дел нет. Отлично. В смысле нет, я же готовлюсь. Эй, питоху. Что ты делаешь? Ого, пито, это очень смело. Заигрывать на глазах у своего парня. Парня? Какого? Минус М. Ой, не твоего парня, твоего напарника. Мне пора уже перестать путаться. Химия? Ну, она уже давненько так выглядит. По-моему, со времен третьего ДЛС. Ну что, ребята, решайте, пригласить или подразнить? Да, точно. Не извини, Торо. Мы направлялись в снежную область, которую недавно добавили. Меня тоже пригласили. Говорят, да можно добыть невероятно редкий предмет. Да в третьем ДЛС, по-моему, ой, в четвертом уже контента больше, чем было в трех предыдущих. Это совершенно новая область, так что, чем больше народу, тем лучше. И опыт, конечно. Поэтому мы рассчитывали, что ты к нам присоединишься. Ну, только если я вернусь до темноты. Я об этом позабочусь. Просто жги, пока есть время. Если Торо пойдет с нами, у нас будет больше тактических приемов. Очки и прическу? Ну, они ведь милые. Что? Погоди, я знаю эту девушку. О, это же Севен. Эй, Севен. Севен, Севен, Севен. Севен, Севен. Черт, мне нужен ее костюм. Это, ну, Рейн с ней? Эм, ты... Да, это я, Фукадзиро. Не, злы дня нету пока. О, это и правда ты. Не ожидала встретить тебя в таком месте. Она твоя подруга, Фука? Ой, точно. А вы же еще не знакомы. Это Севен, знаменитая певица из Зало. И моя подруга. Да. Уже завидно. Ты от этого знаменитостью не стала. Так что нет. Это твои друзья из Джи-Джо? Рада с вами познакомиться. Я Севен. Привет, я Лен. Приятно познакомиться. Очень рада. Фука, с каких пор ты играешь в Джи-Джо? Долгая история. Но в последнее время я все чаще здесь появляюсь. Привет. Удивительно, что Севен и Фукадзиро знакомы. Хорошо, что удивляюсь не только я. Фука известна в определенных интересных кругах. Вы двое куда-то направлялись? Вообще-то да, Севен в некотором роде, но... Ой, сестренка. И мне обязательно об этом рассказывать. О, да тут целая история. Не волнуйся, у меня много времени. На деле все просто. Мы проводим небольшое расследование. Ничего интересного. Но мы же так ничего и не выяснили. Джи-Джо такая огромная. Мы вдвоем и за сто лет ее не исследуем. Хватит говорить загадками. Позволим помочь. Давай, неудача. Да, но... Ну ладно. Ты права. Ребята, вы не хотите погулять с нами по городу? Или поохотиться вместе? Вам ничего не придется делать. Честно. Просто ходите вместе с нами. И все? Чего-то ты не договариваешь. Но я... Но я не против. Ам... Ну, вместе безопаснее. Да, идем. О, да. Хорошо, но... Я пристрелю любого, кто будет мне мешать. Если пита идет, то я тоже. Спасибо, ребята. Пойдем, сестренка. Ты не первый раз назвала ее сестренкой. Ага. В реальной жизни мы сестры. Самые крутые на свете. Нуго. Это здорово. Значит, сестры. Ладненько. У нас уже целый отряд. Давайте искать этот редкий предмет. Так, подготовка к битве выполнена. Давайте глянем, кто у нас там теперь в группе. Сестренка, мы пойдем в настоящую заснеженную зону. Да. Ужасно хочу посмотреть на местность, полностью покрытую снегом. Давай поиграем. Снежки. Со снегом шутки плохи. Если температура тела понижается, это влияет на физические и умственные способности. Сразу видно, кто старшая сестренка. Но ведь это всего лишь игра. Не думай, что там будет настолько холодно. Сестренка, умоляю. То есть, они вполне могут провернуть какой-то трюк со снегом. Ты права. Нужно готовиться к худшему. Спасибо. Если ты достанешь материалы, я сделаю то, что нам нужно. Это у меня лучше всего получается. Ну, просто скажи, что нужно делать. Спасибо. Ты очень поможешь, если раздобудешь материалы. Ам, бэктрекинг. Здравствуйте. Ну, теперь, теперь, теперь. Давайте глянем, чего от нас хотят-то вообще. Я подозреваю, что нас сейчас погонят по старым локациям. Добывать что-нибудь. А, вот. Следующий квест у нас уже 90 уровня. Так. Нам нужно кровавый мясник около дозорной вышки. Привиденница. Угу. Которого мы только что убивали. И ледяная оса королева. Ам, окей. А, кстати, награда. Эскиз, платья. Все. Выбора нету. А, да, 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 да. Точно. Состав группы. Ам, Куреха, Лиан, Фукадзира. А мы можем изменить состав группы? Пожалуйста. Черт. Нет. Не можем. Ну, пойдем тогда таким отрядом. Ну, какой уж дали, таким пойдем. Думаю, вполне себе справимся. Почему нет? И двинем мы в первую очередь. Начнем с пустоши. Так, здесь нам нужно. Угу. Здесь нам нужно вон туда. И тогда начнем. Да, давайте начнем с лаборатории. Не, ну, тут не на нахождение. Тут попроще. Здесь, по крайней мере, у нас есть маркер, который указывает нам, куда нужно тащиться на карте. Это уже намного проще. У меня в третьем DLC немножко выбесили квесты, где нужно было искать по подсказкам всякую хрень, типа, возле того, возле того, вот это найди там. А, божечки. Это было грустно. Особенно для меня это было очень-очень грустно. Ну, кстати, здесь мы довольно быстро нашли возле озера ключ к той двери. Не пришлось нам полгода даже тратить на то, чтобы его найти. Ну, я надеюсь, мы идем... Да, мы идем правильно. Нужно просто сейчас тащиться влево. Потом еще раз мы убьем привиденьица, а потом нам нужно будет уже в новой локации пойти и убить какого-то мини-босика. Звучит вроде бы как довольно просто. Посмотрим, что из этого выйдет на самом деле. Стоп. Сундук, который я до этого не находил. А, нет, стоп. Это пустой сундук. Ясно. Находил. Стоп, стоп. Секунду, 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 секунду. Че-то я забыл, что враги здесь встречаются не только вот такого уровня. Ахила, да. Ну, конечно, откуда хил в нашей группе? С нами Лена Фукадзира. Блэд. Нужно было взять Асуну с собой в группу. Да хватит бросать свои гранаты. Так, по-моему, сейчас они минусанутся, да? Или нет? Нет, не минусанутся, конечно же. Или как умереть бесплатно без СМС и регистрации? А, пошел бы я отсюда, пожалуй, куда-нибудь подальше. Так, хил в КД, все в КД. О, норм. Да-да-да, я тоже так же прокачивал отношения, и это было чертовски долго. Но сейчас должно быть попроще все это дело. Так, и сейчас его же придут воскрешать второй? Нет, нет, нет. Да, придет, отлично. Да в смысле ты должен воскрешать его, а не меня пытаться убить? Фу, вроде как все. Я бы, Лен, тебя подхилил, но я немножечко не хил. Да, нам явно не хватало в группе Асуны. Ну, сейчас уже отношения вроде бы как развиваются намного быстрее. И, так, ясно, я пропустил поворот. Сейчас уже, насколько я знаю, не нужно так заморачиваться. С воскрешениями и прочим, прочим, прочим. А, вот, да, вот тот проход, который я пропустил. Я прокачивал отношения, найдя какую-то площадку в подземелье, где были снайперы. И я просто свою группу выводил под снайперов, и они спокойненько там умирали. Я выбегал с мечом, быстренько их воскрешал, и все. Ага, вот он, кровавый мясник. Опа, а этого босса мы уже знаем, этого босса мы уже видели. Да-да-да-да-да-да, именно так. Разрабы прекрасно поняли, что тратить там по несколько часов на прокачку одного персонажа, точнее, отношений с ним, это немного-немного странно. И, блин, в игре и так слишком много гринда. А еще и довольно интересные сцены прятать за этот гринд. Ну, то есть, постельные сцены, это все, блин, это все, что было интересного в игре. И прятать их за кучей гринда, это не самый правильный выход. Окей, здесь вроде бы закончили старый юг. Ну и недра. А, да, это будет снова привиденец, да? Да, не поспоришь, это японцы. Так что, ничего особо удивительного в этом нету. Эм, пожалуй, 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 нам стоит, наверное, сразу пробафаться. Не, ну, постельные сцены здесь прям топовые. Это да, это вот прям, что есть, то есть. Ну, я знаю, что ты бы не отказался, поэтому специально для тебя здесь есть сцена с этим... Не, как же эту тварь позвали? Боже, 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 боже. Кто бы напомнил... Ам... Как же его звали-то, этого... Мерзкого парня-то... На И вроде бы как-то. Ицуки, по-моему. Вот, по-моему, с ним постельная сцена, это был перебор. Ну и все, осталась Ледяная Оса Королева. Угу, здесь хотя бы попроще, чем в третьем декабре. ДЛС, здесь хотя бы мы видим, куда нам нужно бежать. А, ну и вон, смотрите-ка, у нас открыто сюда быстрое перемещение, так что... Быстро... Точнее, долго бегать нам не придется в поисках. Вон оно там уже, совсем-совсем рядышком. Ну, блин, сцена с Ицуки, это... Ммм... Я тогда был немного в шоке. Так, сейчас нам бы найти эту самую Осу Королеву. А, вон же Ледяная Оса Королева. Да в смысле, это не мини-босс даже? Все, изи-квест выполнен. Я бы предпочел сейчас просто по-быстрому свалить куда-нибудь. Да, тазик, 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 тазик. У меня были примерно... Те же эмоции, когда я ее впервые увидел. Но, давайте хотя бы скажем разработчикам спасибо за отсутствие сцены с базальтовым Джо. Хотя бы в этом все очень-очень хорошо. Это мы бы точно вряд ли пережили бы. Ну, ладно, нет. Я очень ленивый, поэтому я не хочу целиться с геймпада. Я убью его как-нибудь и так. А, да, я сочувствую тем, кто играл за парня. И у них была эта сцена с Ицуки. Держитесь, ребят, держитесь. Я с вами. Морально я с вами. Так, можно меня теперь просто отпустить? Я хочу, я хочу сообщить о том, что мы нашли Себан. Она же там хотела что-то себе скрафтить. Ну, да, конечно, нас ведь не выпустят, пока мы не убьем ту хрень, да? Да, да. О, сколько я парился, чтобы получить нормальную концовку. Эх, было время. Так, все, с этим мы справились. Тащимся в фойе. А между... А, нет, я все-таки получил 202 уровень. Ам, Илья, поздравляю. Та откуда хотя бы вернулся-то? Мне нужен срочный человек, который меня будет постоянно поздравлять с тем, что я вернулся с работы домой живым. Ах, мне очень-очень не хватает такого человека. Похоже, у нас есть все необходимое. Спасибо. Уже скоро? Сможем выдвигаться. Так, эскиз платья. Нового мы получили. Но я уверен на 100%, что у нас нету ресурсов. Эх, но с универа, да, это как и с работы, ясно. Так, 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 все. Ну, вроде бы здесь совсем разобрались. Направляйтесь в Буран на Белом Рубежа. Окей. И все-таки меня смущает то, что химия куда-то делась. Вот, ну, была химия, нет химия. Кирита, Асум и Синон тоже нету. Кого мы можем... А, черт, стоп, где? Где? Вот, вот чего нам не хватало в отряде. Вот чего нам точно не хватало. Так, все, едем тогда снова в Белый Рубеж. Эм, так. И, похоже, оптимально будет начать с начальной точки. Да, и просто двигаться вправо. А, да вы, название чего? Вот, вот, вот. Как же нам премьер-то не хватало? Как мы вообще хоть что-то смогли сделать без премьер? Странности. Что-то я сразу не подумал добавить ее в группу. Так, Буран, Буран, Буран. Неужели это еще одно подземелье? Судя по описанию DLC, здесь два новых подземелья. Одно мы уже видели. Мы же движемся в правильном направлении. Нет, нет, нет. Стоп, 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 стоп. Я бы предпочел немножко пока сюда не лезть. Потом как-нибудь мы сюда однозначно вернемся, но чуточку попозже. Пока нам нужно немножко продвинуться по сюжету. Всяких мини-боссиков и доп-квесты мы вполне себе сможем как-нибудь на отдельном стриме попинать. Все равно придется гриндить, чтобы добыть кучу новых костюмов. А вот тоже всегда было интересно, почему людям сложно прочесть название стрима. Да даже знаешь, не обновленных, а такое ощущение, что созданных в генераторе случайном. Могли бы текстуры хотя бы сделать повеселее. Они абсолютно все на одно лицо. Во всех подземельях на протяжении всей игры. Это крайне странно. Ну пока, как ни странно, четвертая DLC, в отличие от трех предыдущих, мне пока с самого начала начинает нравиться. Возможно, дело в том, что здесь есть хотя бы одна новая локация и хоть какое-то разнообразие. Потому что прошлые DLC у нас были абсолютно в тех же локациях, что и вся основная игра. И как-то такое себе. Но теперь, да, теперь мы точно движемся в правильном направлении. Ну да, 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 вот именно, это же снежная локация. И можно было запариться хотя бы чуточку над текстурами, банально какими-то снежными, ледяными. Да хотя бы что-нибудь, что-нибудь, хоть какое-нибудь разнообразие. Но нет, текстуры на стенах и на полу остались теми же. Ну хорошо, хоть вот есть вот эта локация. Она хоть какое-то разнообразие привносит. Привет, поздравляю с попаданием на стрим, стопа где? А вот. Да, возможно, это еще одно новое подземелье. Мне нужна химия. Мне срочно нужна химия. Антон, ну идет уже полтора часа и осталось стриму где-то еще, наверное, наверное полчасика. И все, и нужно будет уже выдвигаться на работу. Окей, хорошо. Стоп, 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 стоп. Да, фука вообще, милый гонотометчик. В аниме она была вообще безбашенная. Хотя там больше лен была, немного странной. А не фука. Эх, помню эту тварь. Ой, помню, сколько она мне раньше неприятностей-то доставила. А сейчас убивается довольно просто, хотя, скорее всего, дело в разнице в почти 100 уровней. Да вы представьте, если бы здесь не было авто АИМа на геймпаде, вот это были бы у меня горения, страдания. И игра бы просто удалилась спустя, ну, не знаю, несколько часиков игры. А можно его взорвать? Ну, давайте попробуем. Да, можно, окей. Так, это все очень хорошо, это все очень классно, но где... ...наш проход в нужное нам место? А, ну, немножко дальше, хорошо. Ну да, здесь уже враги 100+. И будь я где-то с сотого уровня... ...ммм, 225-й... ...эмм, сочувствую. Вот что значит играть на харде. А там привет. Не, это пока. Как же... ...холодно. Мы в Антарктиде, что ли? Здесь не до такой степени холодно, но в остальном... ...в Джи-Джио ничего подобного не встретишь. Снег слишком глубокий, я не могу идти. А, боже мой, зная рост аватара Ла-Лен, она, похоже, и правда не может идти. В глубокий снег она просто будет проваливаться по самые ушки. Из-за этой метели я едва слышу и ничего не вижу. Значит, у этого региона такие особенности. Отлично. Здесь будет интересно. Но чего, я бы не отказался побывать здесь. О чем ты говоришь, Пита? Здесь невыносимо. Пошли, возможно, скоро что-нибудь выясним. Мы-то выясним, но можно мне, пожалуйста, химии в группу вернуть? Я для нее костюмчик нарыл. А смотреться в зоне снежной бури. Ну, ладно, это мы можем. А вроде как ничего сложного от нас не требуют. Но на всякий случай в новой локации лучше пробафаться. Так, и судя по кар... А, да, ясно. Здесь даже карта изначально закрыта. И мы не видим, что там. Ну, блин, боже. Если бы я оказался в этой игре, и у меня в группе была химия и премьер, то, да, возможно, шутка бы зашла. Че-то грустно, если вся эта локация будет состоять только из таких врагов. Так, неожененные предметы, окей. Давайте пока поищем какие-нибудь плюхи. Просто ванга. Стоило сказать хотя бы одно слово о плюхах и... Просто здравствуйте. И сразу нам в лицо прилетает плюшка. Вон она, вон она, вон она. Так, так, так. Давайте ее сразу лутнем, чтобы не забыть, чтобы не потерять. На том, можно в бою отбежать от этого места, и потом хрен его знает, где эту плюшку искать. В смысле что? А что у тебя с мышкой? Именно в игре? Тогда... Тогда все норм. У меня такие прелести с геймпадом в этой игре творились. О боже, это было нечто. Давайте и эту тварь пахнем, раз уж... Есть такая... А где, простите, дамаг был от взрыва? В общем, это странно. Это очень-очень-очень странно. Чего-то как-то меня пока лут не особо радует. Ты что-нибудь нашла, Пита? Ничегошеньки. А ты? И я ничего. Кругом только снег. Куда ни глянь. О, я так хочу есть. Я умру в реальном мире, если сейчас же не поем. Может, закончим на сегодня? Уже темнеет. И у тебя, кажется, были какие-то планы, Торо. Определенно были. Ладно, завтра утром попытаемся снова. Все понятно. Увидимся завтра. Минус Асуна. Минус Асуна. Готовимся, готовимся, готовимся к тому, что сейчас будет минус Асуна. Мы идем в подземелье с призраками. Маленькая ночная прогулка. Этим вечером. Да неужели? Привет, хозяин. А вот и я. О, привет, Рэй. Ты уже возвращаешься от мамы? Знаешь, здорово поболтать с мамой. Но мне стало тревожно за хозяина. Тебе не хватало меня? Точно не хватало? Я же вижу. Да, мне тебя точно не хватало. Рэй умеет разрядить обстановку. Да, да, точно. Что такое Асуна? Ты явно улыбаешься через силу. Химия появилась. А, это из-за привидений. Что ж, Рэй, теперь с нами. Пора идти. Пока мы тут стоим, кто-нибудь нас опередит и получит награду. Так, снова изменился состав группы. Ты уверена, Асуна? Тебе не обязательно идти. Уверена. На все сто. Поохотимся на призраков. Асуна сказала это слово. Боже, куда катится мир. Так, Химия, настало твое время. Пожалуй, я себе-себе-себе верну ушки кошачьи. Ага, и костюм тоже верну себе. Старый. А вот Химия. А, и Химия сразу в нашем отряде. Мы, Химия, Кирита и Асуна. Состав группы, в общем, можно и не менять. А вот... Так, стоп. Сереги нам точно не нужны. Очки, глазная повязка, берет, умника. Да, в общем, все это, конечно, хорошо. Но у нас есть для Химии ушки. Так, ушки и еще у нас для Химии есть... Так. Солнечный плащ. Ну, блин, довольно мило. Но есть для нее костюмчик получше. Эм, спецодежда. Тоже довольно неплохо. Так, стоп. Костюм. Льевр. Из третьего DLC. Ну, пока время для него точно не настало. Ну, вот, 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 что у нас есть для Химии. Ну, все, это ведь... Да, уши под прическу и платье тоже под это дело подходит. Ну, все. Топовый, топовый просто персонаж. Топовый андроид. Ну, лучшего, по-моему, и желать нельзя было. Да и они смотрятся вместе мило. В общем, ребят, самое время сделать небольшой перерыв, после которого мы отправимся... Ммм, ракурс. Ракурс, я думаю, будет у нас попозже в подземелье. Будет много ракурсов, учитывая то, что там будут призраки. В общем, пять минут и отправимся в последнее на сегодня приключение. Сбегаем в подземелье, которое кишит призраками. И посмотрим, чего там у нас случится. С Асуной пять минут и продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok